Добрый день, меня зовут Виктор Прутьянов, и мы продолжаем изучать язык Verilog и микросхемы программируемой логики в PGA. Напоминаю, что мы с вами делаем процессор архитектуры RISC-V, и на прошлой лекции мы научились собирать программы на ассемблере под эту архитектуру. Ну, кроме того, напомню, что сейчас на данный момент наш с вами процессор имеет только одну команду, и, понятное дело, мы хотели бы добавить туда еще больше команд, но для того, чтобы нам было легче это делать, мы с вами обсудим такую вещь, как симуляция. Давайте обсудим, что же такое симуляция и зачем она нужна. Значит, симулятор компьютерной архитектуры, какой бы то ни было, это такая программа, которая моделирует работу, ну, собственно, вот этой архитектуры. И вообще, в целом, достаточно много разных способов симуляции существует, разные виды бывают симуляции, их по-разному можно классифицировать, но вообще важных есть два вида симуляторов. Это потактовые симуляторы и функциональные симуляторы. Значит, чем они отличаются? Они отличаются тем, что потактовый симулятор, он как бы ориентирован на микроархитектуру по большей части, и он предназначен для того, чтобы симулировать ее работу с точностью до одного такта. То есть, например, он позволяет анализировать производительность этой самой микроархитектуры. В противоположность потактовым симуляторам существуют функциональные симуляторы, которые, значит, они о времени исполнения инструкции не заботятся, но зато позволяют все-таки просимулировать работу инструкции. Значит, поскольку мы с вами, напоминаю, занимаемся созданием однотактового процессора, значит, это самый простой вариант, и по поводу производительности мы, как бы, с вами сильно не заботимся, поэтому нам с вами хватит функционального симулятора. И мы его будем использовать для того, чтобы, значит, при попытке добавить нами новую инструкцию, мы будем сперва смотреть, каким образом она работает в симуляторе, затем добавлять ее в наш с вами процессор на верилоге, который мы пишем, а затем проверять, что процессор, после того, как мы его прошьем в FPGA, он работает, то есть выдает те же самые данные, что и симуляция. Ну, сейчас мы будем говорить, как я уже сказал, про функциональную симуляцию, а если более конкретно, будем говорить про симуляторы архитектуры набора команд. То есть, что это такое? Это некоторая программа, да, которая принимает на вход другую программу уже под вот эту архитектуру, которую мы симулируем, и, значит, она последовательно исполняет инструкции и позволяет видеть в каком-то смысле состояние процессора, которое должно было быть. То есть, алгоритм достаточно вообще простой работы симулятора, он, грубо говоря, сначала достает инструкцию, одну, да, затем, например, изменяет состояние на основе того, какая это была инструкция, то есть симулирует одну инструкцию, а затем отображает состояние. То есть, вот, ну, абстрактно вот таким образом алгоритм работы симулятора выглядит, да, и делает это, пока инструкция не закончится. Да, то есть, я сказал по поводу состояния, да, что в данном случае состояние является. Это состояние регистров и памяти, да, то есть то, что нам с вами, как бы как программистам под некоторую архитектуру, видно на основе архитектуры набора команд. То есть, опять-таки, берется некоторая программа, допустим, там какие-то три инструкции, они, значит, подаются, все это дело на вход в симулятор, он так же, как, в принципе, процессор бы исполняет все это дело, и затем нам с вами в удобном виде, значит, показывает, во-первых, какие инструкции исполнились, ну, вот, например, вот это, и каким образом поменялось, поменялось внутреннее состояние. Ну, мы более подробно сейчас об этом во всем поговорим. Ну, понятно, да, что в противоположность процессору, да, у процессора мы, как бы, изменение состояния можем видеть только, грубо говоря, по косвенным признакам, да, после того, как он, например, будет делать какие-то операции по вводу-выводу данных или что-нибудь подобное, да, в отличие от этого в симуляторе мы с вами можем легко посмотреть, например, что какой-то один-единственный регистр поменялся, вот, и таким образом глубже понять, каким образом должна конкретная инструкция работать, чтобы потом ее имплементировать в языке верлог. Значит, по поводу уже симуляции для архитектуры RISC-V, да, которой мы с вами в этом курсе занимаемся. Поскольку архитектура RISC-V, она в каком-то смысле является открытой, то есть у нее открытая спецификация и все остальное, значит, можно симулятор саму, понятное дело, не придумывать, а найти уже готовые. И это достаточно просто делается, например, если открыть официальный сайт RISC-V.org, то там, в принципе, есть список, вообще говоря, открытых реализаций для архитектуры, и в том числе там можно найти ссылки на готовые симуляторы. Их достаточно много, но вот я бы хотел отметить два. Первый, который называется Spy, он интересен тем, что он как бы в каком-то смысле официальный, да, то есть он от авторов спецификации RISC-V, то есть он наиболее полно отражает как бы ситуацию. Еще интересный симулятор называется Whisper, он интересен тем, что он очень простой, он достаточно быстро работает, быстро собирается. Его сделала компания Western Digital, эта компания, она, в принципе, так же, как и мы с вами, она делает попытку реализации архитектуры RISC-V. Вот. И мы с вами будем вот этим вот симулятором пользоваться. Ну, чуть дальше. Давайте повнимательнее посмотрим, как можно пользоваться симулятором. Во-первых, напомню, что мы с вами реализуем не весь RISC-V, а под множество инструкций, которые называются RV32E, и от слова Integer, то есть инструкции по работе с целыми числами. На прошлой лекции мы посмотрели, как собрать программу, написанную на ассемблере. То есть вот, например, у нас есть файл sv.js, и чтобы его собрать, да, мы запускаем ассемблер, и затем Linker и получаем на выходе файл, ну, назовем его sv.f, который будет содержать уже программу. Да, и напомню, что с помощью obj-dump можно посмотреть, значит, какой код исполняется, да, при запуске этого файла. Значит, здесь, в принципе, все инструкции уже знакомы, да, это load-immediate. Напоминаю, да, что это псевдоинструкция, которая на самом деле является инструкцией add-i. И здесь новая для нас инструкция, которая называется sv, это расшифроет как store word, то есть сохранить слово, а под словом подразумевается 32 бита, поскольку у нас 32-битная архитектура. Значит, она делает достаточно простую вещь. Значит, она берет адрес из регистра источника, например, здесь x7, прибавляет к нему вот это число, которое написано слева, и, значит, сохраняет по этому адресу то, что написано в регистре x11. Значит, как нам все это увидеть, да, более подробно с помощью симулятора. Значит, мы можем запустить симулятор whisper, о котором мы только что говорили. Для этого всего-навсего нужно сказать ему, значит, какой файл с программным бинарным кодом нам нужно исполнить, затем указать, значит, тоже подмножество архитектуры набора команд, да, тут мы пишем букву i, подразумевая rv32i. И, значит, ключ минус l, он означает, что нам нужно наиболее подробно все как бы вывести. Вот, значит, можно заметить, что здесь мы видим исполнение трех вот этих вот инструкций. Здесь мы видим, что они именно и являются что инструкцией add-i, две штуки, одна инструкция sv. И, значит, здесь мы видим следующее. Во-первых, здесь мы видим адреса, по которым в памяти должны находиться эти инструкции. Эти адреса, они получаются таким образом, что линкер ld, он ставит, специальным образом устанавливает файли elf, он туда помещает начальный адрес. Начальный адрес, которого нужно начать запускать программу. Вот. Кроме того, здесь мы видим, значит, шестнадцатеричное представление этих самых команд. Да, мы можем заметить, что это то же самое, что нам показывает obj-dump. И, значит, что наиболее интересно, это вот эта часть. Здесь показано, что инструкция add-i первая, она что делает? Она берет число 42 и помещает его в результате в регистр номер 0x0b, ну, то есть 11. То есть в нашем своем понимании это x11. Да, значит, а вторая строчка, она занимается тем, что она берет число 10 и помещает в регистр номер 7, то есть x7. То есть здесь видно, что вот эти первые две инструкции, они, чем они занимаются, каким образом, то есть они меняют состояние регистров. Значит, следующая инструкция sv, storeworld, здесь видно, что она занимается тем, что она берет число 42, да, откуда она его берет? Она его берет из регистров x7, да, в котором она, это число оказалось в результате работы двух предыдущих инструкций. И затем это число сохраняется по адресу 0x20, вот буква M означает, что это доступ к памяти. Откуда взялся адрес 0x20? Это 0x10, который взят из, собственно, инструкций. Это, напоминаю, называется непосредственное значение, по-английски, immediate. И смещение 10, которое взято из, значит, регистра x7, да, в котором она оказалась в результате работы вот этой вот инструкции. То есть здесь мы видим, что симулятор нам позволяет увидеть, каким образом меняется состояние. Кроме того, значит, что хотелось бы сказать, то, что заканчивается симуляция, вот в данном случае, при данных настройках симулятора, она заканчивается в тот момент, когда симулятор во время исполнения команды идет до метки finish. Значит, именно для этого мы ее с вами вот здесь вот указывали. То есть он идет от метки start до метки finish. Это получается за счет того, что, поскольку мы используем l-файл, а не просто бинарный файл, там есть информация по поводу меток, который там оставил линкер. Поэтому адреса, вот так же, как обждан показывает, в таком же виде они, симулятор известный. Поэтому вот он может таким вот способом, в принципе, для нас удобным, да, то есть мы можем говорить, где начать, где заканчивать симуляцию. Поскольку у нас теперь в руках есть такой мощный инструмент, как симулятор, мы даже можем попробовать написать программу на языке C, уже а не на ассамблере, и запустить ее в симуляторе RISC-V и посмотреть, что из этого выйдет. Значит, кроме того, мы можем не как до этого мы делали, писать программу для подмножества RWA 32E, а еще добавить, значит, инструкции, которые, значит, содержатся в расширении M, которая, напоминаю, означает умножение. Какую, например, программу можно сделать? Ну, например, самую простую, которая рекурсивно вычисляет факториал некоторого числа. Значит, вот мы ее можем написать в файле факториал.си. Значит, здесь вот самая обычная, известная всем функция рекурсивного вычисления факториала. И, значит, для того, чтобы нам с вами в симуляторе было видно, что у нас получилось, я напоминаю, что, например, функции printf у нас с вами, в принципе, нет, потому что нету стандартной библиотеки языка C, потому что у нас нет операционной системы, которая нам позволяла бы эти все библиотеки загружать. И, как бы, консолей на самом деле тоже никакого нет, куда можно было что-то вывезти. Но зато у нас с вами есть возможность в симуляторе писать почти любое место в памяти, да, и писать в регистре. Значит, и возможностью сохранять данные в памяти мы ее воспользуемся, и будем использовать регистр, адрес, прошу прощения, 0x100. Значит, ну, отведем этот адрес, значит, определим там место, в которое будем с вами выводить результат. Ну, и каким образом мы будем выводить, да, то есть просто возьмем и число 0x100, мы его преобразуем сперва в указатель на байт, а затем в указатель на 32-битное число, безнаковое. И, значит, как обычно в C, по указателю туда запишем результат вычисления факториала от 5. Значит, зачем нужно слово walltile? Вообще говоря, оно используется для того, чтобы компилятору, к которому мы будем собирать эту программу, чтобы он не оптимизировал обращение по этому указателю. Зачем это нужно? Нужно за тем, чтобы, если мы затем захотим эту программу дополнить, и, например, в то же самое место, тоже в 0x100, тоже по указателю что-нибудь сохранить, какие-нибудь данные, да, если бы слова walltile бы не было, то компилятор бы подумал, что мы в одно и то же место сохраняем разные данные, и, значит, что первое сохранение, оно на самом деле не нужно, он бы его убрал. Но вот слово walltile, оно нам сохраняет эти обращения, и, возможно, потом как-нибудь нам это пригодится. Вот, значит, ну, для того, чтобы нам с вами файл factorial.c, чтобы из него сделать программу для RISC-5, нам нужен специальный компилятор, но он, к счастью, существует, это самый обычный GSC, но просто сделанный, значит, разработчиками для вот архитектуры RISC-564. Точнее, не только RISC-64, а, в принципе, там, для 32-битного варианта тоже, да, и показываем мы это с помощью ключа Marge, там мы пишем, что мы хотим использовать подножцево RISC-532 и еще дополнительное расширение M, чтобы у нас с вами можно было использовать инструкцию умножения. Умножение нам нужно для того, чтобы, ну, понятное дело, факторяли и используются умножения. Значит, мы вот этой вот строкой мы с вами компилируем файл, получаем объектный файл, да, опять-таки повторюсь, мы с вами стандартную библиотеку не используем, для этого есть функция минус новость тдлип, вот, но получается, что так, в этом файле у нас с вами в объектном нет метки, например, finish, которую нам с вами удобно использовать, потому что симулятор на нее ориентируется при остановке симуляции. И для того, чтобы ее, например, добавить, самый простой способ — это еще с помощью линкера соединить вместе факториал и, значит, некоторую программу, которую вот можно получить из файла loader.s, который просто возьмет и вызовет функцию main, да, а затем, когда она закончится, вернется сюда на метку finish. Таким образом, мы с вами и на C написали одновременно программу, и симулятор, он увидит все нужные нам метки. К слову, для того, чтобы дать понять ассемблеру, что это не просто какая-то метка, да, потому что она не определена в файле loader.s, для этого использовать указание global main. Это говорит о том, что она будет объявлена в другом файле, ну, то есть в нашем случае в файле factorial.o. Теперь, если мы все это запустим, то есть запустим результат линковки factorial.o, исполненный файл, укажем симулятор, что мы теперь еще хотим использовать расширение m, включом минус-минус instruction set architecture, и, значит, увидим с вами результат работы. Тут вот всего понадобилось, как можно заметить, 115 инструкций на то, чтобы посчитать 5 факториал. И что мы здесь видим? Начинается у нас работа программы с вот этой инструкцией, которая называется jump and link. Это сокращение вот этих трех слов. это представление инструкции call. Точнее, это не инструкция, а псевдоинструкция, так же, как, например, lotimedi. То есть она вызывает функцию main уже из программы на языке c, которая дальше начинает работать. Кстати, вот, например, 101 уже инструкцией у нас с вами является последнее умножение. Да, mu — это инструкция, которая занимается умножением чисел. Вот она берет числа из двух регистров и сохраняет результат их умножения в треть. Здесь можно видеть, что, значит, в регистр номер 15, то есть 15, сохранено число 0x78. То есть это 120, это, как известно, факториал 5. И чуть дальше можно заметить, что этот самый факториал 5, и он теперь сохраняется по адресу 0x100. То есть с помощью инструкции sv, то есть как мы с вами и хотели. И затем в самом конце, значит, управление снова возвращается в программу loader. Здесь видно инструкцию jump and link register. Этой инструкции вот в таком виде соответствует псевдоинструкция red. То есть инструкции call и red, они позволяют заходить в функцию и возвращаться назад. То есть вот эти все инструкции, которые мы тут видим, их нам с вами, кроме вот этой получается, нам их с вами сделал уже компилятор. И можно заметить, что вот эта программа, она работает. То есть можно заметить, что симулятор можно вот использовать для достаточно уже таких нетривиальных программ. Ну и, значит, что интересно заметить, да? Если мы с вами скомпилировали программу, да, и сказали, что используя только вот это расширение инструкций, я напоминаю, что в этом, в сумме в i и m, значит, в расширениях не так много инструкций, там всего несколько десятков. Это означает, что если мы с вами в нашем процессоре реализуем все вот эти инструкции, то затем мы с вами точно так же сможем писать программу на языке C и уже загружать не в симулятор, а в наш процессор. И, кроме того, мы можем теперь, значит, добавлять новые инструкции и сравнить результат их работы вот с результатом вот симуляции. На этом у меня все. На этой лекции мы с вами посмотрели, как пользоваться симулятором, как можно написать программу на ассемблере, ее исполнить в симуляторе, как можно даже на языке C написать программу. И, значит, мы с вами поняли, что симуляция, она нужна для того, чтобы было легче затем добавлять в процессор новые инструкции. До встречи на следующих лекциях.